В Хантамансийске в воскресенье состоялась первая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухорука с членами правительства округа, руководителями муниципалитетов, депутатами Думы автономного округа, общественниками, деятелями в области спорта, культуры, волонтерами, ветеранами СВО, руководителями силовых ведомств. Представил нового руководителя региона полпредпрезидента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В начале своей речи он поблагодарил Наталью Комарову за огромный вклад в развитие территории. Под ее руководством регион вышел на новый уровень. Это касается и токарно-энергетического комплекса. Наталья Владимировна очень глубоко разбирается в этих вопросах. И именно прекрасно знание, что многие вопросы, которые были приняты по вопросу налогообложения для токарно-энергетического комплекса, это была ее личная, подчеркиваю, личная инициатива. Благодаря этому на сегодняшний день принято очень много изменений, которые позволили сегодня токарно-энергетическому комплексу Западной Сибири продолжать поступательно развиваться. За 14 лет в округе были запущены новые масштабные инфраструктурные проекты. Наталья Владимировна делала все, чтобы преобразить угроз, улучшить уровень жизни угробчан. Руслан Кухарук, уроженец Урая, обращаясь к собравшимся, напомнил, что для него Югра – это родина. И отметил, что сложно составной макросубъект страны сохранит свой статус. Взаимодействие трех регионов Тюменской области будет продолжено на тех принципах, которые сложились ранее. Речь о программе сотрудничества. Документ, по словам Руслана Кухарука, определяет не просто стратегию и бюджетные отношения, а еще и возможность учитывать интересы жителей всех трех регионов и выработать приоритеты. Также временно исполняющий обязанности губернатора Югры отметил, что будет продолжена и программа поддержки субъектов Российской Федерации, которые недавно вошли в состав страны. Хантаматсийский автономный округ имеет подшифтные территории, с которыми плотно взаимодействуют. Сегодня очень многое сделано для того, чтобы восстановить нарушенную инфраструктуру, нарушенную где-то из-за военных действий, где-то из-за пропустительства и просто отсутствия внимания со стороны верхушки украинской власти. Все то, что касается вопросов омунального хозяйства, где-то в социальной сфере, сегодня Югра очень сильно помогает нам разу. Эта программа должна быть продолжена, мы будем и дальше делиться своим опытом, мы будем и дальше помогать наладить мирную жизнь на новых территориях. Наталья Комарова в своем слове поблагодарила жителей региона и команду Югры за совместную работу и добавила, что достигнутые регионом высокие результаты – это еще и большая ответственность. Хочу обратить внимание на то, что команда Югры – это 1 миллион 760 тысяч граждан, которые проживают и отвечают за развитие 540 тысяч квадратных километров. Я очень рассчитываю на то, что эта система стратегии развития региона до 36-го года с перспективой до 50-го года – это инструменты, механизмы, которые в распоряжении команды должны послужить на генерального штаба команды, послужить на развитие всей команды. Полпред Владимир Якушев, выступая перед собравшимися, отметил, что опыт Натальи Комаровой обязательно будет востребован на федеральном уровне. Руслан Кухарук добавил, что намерен просить экс-губернатора продолжить работу над нацпроектами, учитывая личный колоссальный опыт. Я попросил бы его не просто продолжить, а быть своего рода наставником, продолжателем всех дел, начать проекты, которые были запущены для нас. И, уважаемые коллеги, я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять югру в Совете Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok